да прибудет с вами темная сторона силы с вами дарт и сегодня мы продолжаем играть в зулу тайкун 2001 года да значит я тут посоздавал животных из тропических лесов учитывая что и здесь 16 видов это будет очень долго да поэтому я разделил видос на две части в одной покажу 8 и во второй ну вот собственно говоря это мандрил у нас это вот детеныша так выглядят здесь взрослые в целом ведут себя как бабуины только у них как сказать они больше а в целом они ведутся как бы вы на анимация по сути та же самая только животное грубо говоря другое это у нас шимпанзе какие-то они с честно маленький мандрил получается больше шимпанзе я может что-то не знаю но по моему он должен быть меньше маленькие шимпанзе выглядит абсолютно также просто меньшего размера и вот они как-то взаимодействует видите с объектами да видите они там прыгают на них скачут в общем это у них такая игрушка то есть им для развлечения что-то нужно то есть есть животные которым вообще пофиг есть загоне что-то а вот носороги леопарды львы там у льва скала у носорога там еще бревно какое-то в общем они взаимодействуют с это у нас горилла равнинная горела ну в целом они тупо залезает наверх и потом спрыгивают для 2001 года это скажу довольно круто да вот они тоже попросили холмы тут у них тут деревья слоновое ухо по моему называется дерево это мангровые деревья какие-то да многие тропические животные любят почему-то растение слоновых а также вот есть прикольные камни оформления да вот это как бы камень и на нем растительность это круто но я считаю прикольно так прежде чок это камень есть или его нафиг застроил да по моему его растительностью потому что они требуют очень много растительности вот еще камень такой есть валуны такие так здесь у нас о копии но это я просто на него щелкнул чтобы озвучку послушали так здесь у нас бонобо бонга есть наша зазвучка машины реально так делают но это детеныш бонга да я так понял так здесь у нас бенгальский тигр который умеет плавать вот еще такой есть камень то есть вот с водопадом тут много всего в принципе для 2001 года это очень клевая была игра я уверен суперская даже можно сказать так едем дальше у нас здесь есть еще белый бенгальский тигр мне по моему котенок тут где то есть но я его пока не вижу вот еще такие есть волны вот котеночек тигренок точнее так еще у нас есть азиатские слоны которые тоже умеют плавать скажем так так животных я вам показал давайте я быстренько ну быстренько покажу вам информацию о них потом посмотрим другую восьмерку так мандрил да значит значит читайте на паузе то есть я несколько секунд буду держать что вы могли спокойно на паузу себе поставить так шимпанзе теперь шимпанзе быстро до гориллы так окапи что прокопи очень много всего так бонгу ну и Субтитры создавал DimaTorzok Такс, белый тигр бенгальский Давайте сразу тогда выберем обычного бенгальского посмотрим Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну и последний это азиатский слон Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну это я вам показываю просто для тех, кому интересно То есть прочитывать я бы это делал долго И видео, которое состоит из двухминутного показа животных и пятнадцатиминутного чтения, это не очень Сейчас, через секунду мы начнем смотреть оставшихся восьми животных из тропического леса Так что никуда не уходите Так, ну вот, собственно, еще следующие восемь животных Так, это я очень тупо сделал Ну, в общем, вот смотрите, да, леопарды, вот я вам говорил, как они взаимодействуют с этими деревьями, да, бревнами вот этими Они на них, вот видите, запрыгивают Все леопарды так делают Вот он и лежит, это, собственно говоря, наша пантера Здесь у нас вот пятнистый леопард Ну вот он тоже самое абсолютно делает Все, и лежит такой, загорает Так, это у нас муравьеды И вот этот детеныш муравьедом Просто еще муравьед сам посетут какой-то маленький По-моему, большой муравьед, он где-то сто двадцать сантиметров в длину, довольно крупный должен Хотя, такой есть, в принципе Вот, и этот еще более уменьшенная версия Так, это вот у нас ягуары Вот видите, допьет ягуар Им не нужны никакие деревья Но они при этом плавают А, нет Я думал, что они плавающие, раз столько воды требуют Но, походу, нет Ну и маленький детеныш вот тут у нас Недавно родился Так, динозавры какие у нас Гириарозавр около кучки говна лежит почему-то Сейчас мы это исправим Вот это гириарозавр, да Ну, в целом, я думаю, как рапторы будут размером Который здесь есть Белосрептор, который вот, да Псегазавр, я так понял, это циратозавр, типа Ну, похож, по крайней мере Я думал, он меньше, а он только здоровый оказался Вот, целофизисы у нас тут есть Да, два целофизиса Будем ждать, когда вырасту, чтобы лучше их рассмотреть И каудиптерикс у нас есть Очень маленький Так, это насекомые им Да, насекомые Да, их кормят насекомыми Прикольно там, что-то шевелящиеся Но они очень маленькие такие сами по себе И требуют, чтобы их было Трое в вольере А кто болен-то? Все здоровы, успокойся Вот, все, все, вольер хорошо подходит Будем ждать, когда они вырастут Пока давайте Текст Посмотрим Так, черный леопард Черный барс Так, опять же на паузе читаем Хотя тут не особо много Но все равно Так, леопард пятнистый Так, я не понял Имеет форма черепа и клыки Роднят его со саблезубым тигром Ближе, чем все другие кошки Вот он К саблезубому тигру Так было написано Так, вначале про животных Прочитаем, потом про динозавров Ну посмотрим В общем, текст в смысле Так, и большой муравьед Про него тут Спасибо, спасибо Про него тут много пишут Так, что у нас тут про Коуптик Терикс Они все динозавры были двухтонными чешучатыми монстрами Кауди Птерикс Трехфутовый динозавр был похож на павлина Тернозавра одновременно Его имя означает хвостовое перо Сам Кауди Птерикс Коди Птерикс Эй, Коди Мог быть связан между динозаврами И современными птицами Как и его большие родственники Он хищник Несмотря на малый размер Его огромная скорость Позволяла ему ловить добычу Гораздо большую по размерам Чем он сам Из-за мощных скелетов Своих жертв Своих жертв Коди Птерикс Должен был глотать камни Че? Зачем ему глотать камни Чтобы он был это Чтобы камни перемалывали Плата этих Животную пищу В общем Здесь он жуткий хищник Просто маленького размера Гирирозавры Вот так они будут выглядеть взрослыми Все газавр Да, это Это аллозавр Даже, я так понимаю Да, йорский перевод А почему все газавр перевели Я не знаю Так тупо Вот вылацерептор Мне вообще убило просто Да Аллозавров Да Странно Почему он Всегазавр Конечно Колофизикс Блин Ребят Кто это переводил Колофизикс Это страшнейший враг Всех вампиров Кол Кол Типа От слова кол Так Так Ну здесь он выше взрослого человека Хотя на самом деле был меньше Просто Ну короче он тут каннибал Кто нибудь вырос Кто нибудь вырос Нет Никто не вирус Не вирус Будем ждать Когда вырастут И тогда уже Посмотрим на них Во всей их красе Так в общем у нас выросли Гири розавры Да Вот они теперь такие здоровые С рогами какими-то С костными выростами на морде Выше человека на голову Наверное Каудиптерикс У нас тоже вырос Ну где-то с человека ростом Примерно Вот если сравнить Да Коротышка И вот этот взрослый Каудиптерикс Пытается проникнуть Я не знаю Что ему нужно Так Выросли Целофизисы У нас Как страус Какой-то звучит Алазавры У нас по-моему Не выросли Еще Ладно Еще немного Подождем И может они вырастут Знаете Алазавр Не растет Я так понимаю Это его Максимальная форма То есть К нему не придумали Либо он уже вырос И я не заметил Ну по-моему Он таким и Вылупился То есть Я не знаю Вон он Такой и есть Я не знаю Ну по-моему Этого максимальная размера Так что на этом Я видео закончу Надеюсь оно вам понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Вступайте в группу Канал Ссылка будет в описании Дальше мы пойдем Смотреть животных Ледникового периода Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok